Сегодня, ну, наверное, не полезная будет поделка, а скорее забавная. Для пелемянника буду делать лук. Практически все и готово. Можно сделать огненную стрелу. Ну, наверное, мы такую сделаем. Привет, ребят. Снова с вами снова я. Зовут меня Андрей. На канале Дневник Самоделки. Сегодня, ну, наверное, не полезная будет поделка, а скорее забавная. Для пелемянника буду делать лук. Посмотрите, что из этого получится. Надеюсь, будет интересно. Начинаем варить добро. Значит, откуда появилась такая вообще идея? На одном из каналов я увидел лук из пластиковых труб. Пошел в магазин, посмотрел, сколько мне надо этих пластиковых труб. Вышло где-то на 500 рублей. Откровенно говоря, я зажал такую сумму, ну, за потеху. Поэтому решено было сделать примерно то же самое, но из доски, из веса. То есть возьмем сейчас вот такую доску. Стоимость ее минимальная. 4 метра такой доски стоит 100 рублей. Отсюда взял, ну, наверное, метра полтора. Сами посчитайте, сколько это стоит. Сейчас мы ее обстругиваем и рисуем на ней некое подобие лука, которую выпиливаем лукой. Покажем, что из этого у нас получилось. Ребята, вот и разметил нашу трубку. Доступ, вот такая байда у меня получилась. То есть тут будет как бы браться узелок питьева. Тут еще одно будет освещение, жгут для натягивания. В принципе, сейчас выпили. Покажу результат, будет, наверное, понятнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, вот такой лук получается. Я его выпилил, обработал фрезером, чтобы не было углов. В руке тогда очень хорошо ложится, лежит. Надо только смотреть, чтобы вот эти загогулины смотрели вперед. Сейчас вы поймете, для чего. Но сейчас надо еще обработать его наждачкой. Если видно, зазубринки, вот эти все, они совсем не нужны. В принципе, сейчас работаем наждаком. Ребят, ну, зашкуривать вот эту байду можно руками. Но при наличии вот такой машинки мне жена подарила. Будем делать ей, попробуем первый раз. Может, вообще разлетится вот эта байда моя. Ну, попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь, ребятки, вырезаем. Зарезаем две вот таких дощечки, тоже фрезером прошелся. Это и будет сама система натягивания тетивы. То есть их, эти дощечки, прикручиваем вот таким макаром, дырку сверлим и на болт сажаем. Сейчас это сделаем. Тут будет у нас жгут, резинка от труселей, пружина, неважно что. Тут тетива и за счет резинки будет происходить натяг нашей тетивы. Сейчас сверлим и прикручиваем вот эту всю систему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, практически все и готово. Здесь сделаем пружину и натягиваем тетиву. Тут тоже дырочку сверлим, сейчас два анкера, их нет, сейчас приобретем. В принципе, просто два кольца каких-либо делаем. Сейчас пока пойду за анкерами, вот эту всю систему скрою морилкой. Для лучшей эстетики. Ну что, ребят, наш лук практически готов. Сейчас здесь надо закрепить нам резинку с помощью вот таких анкеров. Видно, не видно? То есть делаем крючок, к которому привяжем нашу резинку. К этому же анкеру привяжется и тетива. Сейчас крепим вот эти анкера сюда и сюда. Между ними натягиваем резинку. Жгут простой, медицинский, который мы рано перетягиваем, купил за 100 рублей. То есть пока затраты, ну плюс анкера, ну где-то, наверное, рублей 150-200 получается. Но пока ничего не тратим. Всяко дешевле, чем делать из полиэтиленовых труб. Ну, и как по моему мнению, выглядит несколько эстетично. Сейчас приделываем, делаем анкера. Это нам не понадобится. Просто вот эта часть. Идем их и вставляем вот сюда. А лишнее отрежем болгаркой. Вот так у нас получилось. Здесь просверливаем отверстие и делаем то же самое. Ну что, ребят, вот такая байда у нас получилась. Вот эту часть выступающую надо сейчас отпилить. Чем мы, в принципе, и займемся. Процедура простая. Ну, наверное, покажем. Ребят, вот такой жгут купил в аптеке. Это вот до хрена. Нам столько и не понадобится. Ну, сейчас будем его присобачивать. Можно вдоль распустить, чтобы поэстетичнее смотрелся. Ну, как потоньше. Сейчас, наверное, вот так вот, два раза просто. И а-ля улю. Сейчас попробуем, что из этого получится. Как, насколько туго будет лук для взрослого или маленького ребенка. То есть, ну, количество слоев этого жгута делаем. Я, наверное, делаю один, потому что племянник маленький, слабенький. В принципе, гулять должно быть хорошо. Повторяем то же самое с другой стороны. Хотя, можно было, я просто решил, чтобы два слоя было. Можно было привязать тут просто на узелок, привязать тут. Ну, смысл, это уже как вам удобнее. Ребят, чтобы резинка не спала, вот тут стягиваем проволоку. С обратной стороны я уже сделал. Делаем вот таким макаром. Тогда будет держаться крепко. Ну что, ребят, лук почти готов. Осталось натянуть тетиву. То есть, от этого крючка натягиваем тетиву. Тетива делается из любой веревки, прочной, которая не тянется. Я простой тюк сена размотал, она вся перетянута бечевкой такой. Из нее и будем сейчас делать нашу тетиву. Вот такая байда у нас получилась. Осталось сделать стрелы. Берем то, что у нас осталось от танкера. И надеваем на край. В плане того, что когда наша стрела будет на краю тяжелее, она будет более точно лететь, что ли. Утяжеление надо делать. Сюда, ребят, на край. Уже по своему желанию. Можно из пластины металлической сделать прям острие стрелы. Можно гвоздик просто сделать, чтобы втыкалась стрела. Можно капсуль, либо пистон. Прям суперклеем наклеить, чтобы она бахала при ударе. Ну, как бы на ваше усмотрение. Можно сделать огненную стрелу. Ну, наверное, мы такую сделаем. Зажжем. Ну, пока. Так, сейчас одну сделаем, чтобы втыкалась. Одну сделаем, чтобы горела. Ну, что, ребят, попробуем стрельнуть. Так вот, все работает. Теперь таким же макаром делаем еще одну стрелу, которая у нас можно будет поджечь, которая будет гореть. Что у нас выявилось, ребят? При ударе, ну, это камыш простой, пустотелый. Вот тут, наверное, самая нагрузка лопается. С помощью изоленты эта проблема была решена. Она сдерживает, не складывается камыш. Потом при ударе вот этот гвоздь уходит глубже. Чтобы этого не происходило, сюда, ну, просто вот, дырочки, которые в банкере есть. Вставляем проволоку. Она легко втыкается. Протыкаем. Можно, если тяжело, сначала это сделать шилом простым. В принципе, вот втыкается. То есть этот гвоздь наш будет упираться в проволоку и дальше просто не пойдет. Чтобы проволока не спала, просто вот таким макаром обматываем. Опять же, тут идет эффект утяжеления вот этого. То есть направленность выстрела будет более точная. Советую делать так же, хотя, возможно, будут свои идеи. Просто тупо можно какую-либо гайку сюда одеть на край. Исходя из того, что мы хотим, чтобы стрела наша горела, надо чем-либо обернуть, какой-либо тканью, бинтом, марлей, которую пропитаем потом чем-либо горючим, зажжем и стрельнем. В нашем случае это будет простая марля. Ну, такая программа получилась. Хвостики отрезаем, чтобы не болтались. Но это ножницами культурно сейчас сделаю, показывать не буду. Ну, давай, Абдулла, подземай. Рыла же одна. Ее как бы плохо видно просто. Улетела до Санька. Я не успеваю, Андрюш. Ну что, ребят, наш лук получился. Ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Надеюсь, вам понравилось. Жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Надеюсь, будет еще много интересного. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Нам это очень важно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok